Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Итак, в эфире радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, последний радиоблог. Ну, последний только в этом году. Я надеюсь, что в следующем году будет существовать и радиоблог, и «Народная волна», и «Континент», и вообще все мы, несмотря ни на что. Я хотел бы поздравить вас сразу с наступающим Новым Годом. Ну, с Рождеством, которое православное, будем еще поздравлять уже в следующем году. И пожелать в Новом Году главным образом здоровья, всяких бесковидных дней, солнечных и приятных. А сегодня мы подведем итоги этого года с моей доброй подругой, замечательной Леной Приговой из уже незамечательного, я бы сказал, города Нью-Йорка. Лена, привет. Привет, здравствуй, Чикаго. Ну, вот ты не обиделась, что я не сказал про незамечательный Нью-Йорк. Он незамечательный, и Чикаго тоже, кстати говоря. Ну, я могу сказать, что Нью-Йорк незамечательный, но Чикаго, по-моему, еще более незамечательный. Вот я сегодня открываю сводку новостей, и первое, что мне бросается в глаза, это именно Чикаго, в котором зафиксировано 3180 инцидентов со стрельбой в этом году. По сравнению с 2066 случаями, в которых в то же время в 2019 году было, и что на 54% собственно больше, чем было раньше. Честно говоря, сейчас статистика, в частности, Галлоп провел свои опросы, это мы говорим о итогах года. Я вам просто статистику Галлоп зачитаю, тогда вы поймете, что... Где мы живем, да, где вы живете тоже. Что исследование они провели. Исследование показало, что восприятие американцев роста преступности в их районе несколько снизилось, собственно, по сравнению с прошлым годом. 39% заявили, что в 2020 году было больше местной преступности по сравнению с 2019. А 38% выразили тоже мнение, собственно, по поводу 2019 по сравнению с 2018. Но самое страшное, то, что 78% американцев считают, что в Соединенных Штатах больше преступности по сравнению с прошлым годом. 78% наших граждан видят определенную тенденцию, которая называется 2020, подаривший нам COVID и рост преступности. От роста преступности зашкаливает. Сегодня мне позвонил в очередной раз какой-то фонд сбора денег на полицию. Я полиции помогала и помогаю, а сегодня я сказала нет, я больше не дам. После того, как я увидела кадры, как полицейские себя ведут по отношению к законопослушным гражданам, и ничего не делали по отношению к незаконопослушным гражданам на три буквы, так вот у меня сегодня наступил момент, когда я не так давно позвонила в полицию. Мне понадобилось позвонить в полицию, и полиция никак не отреагировала. Вопрос возникает, мы ее поддерживаем, мы будем дальше поддерживать. Денег я больше не дам. Мне стало грустно. Мне стало грустно, потому что полиция у нас, она никак не определится с кем она. Она вроде бы за Трампа. Она вроде бы за, но вместе с тем она настолько связана по рукам и по ногам. А вот те деньги, которые они собирают, деньги идут в какие-то непонятные фонды. И на этих фондах зарабатывают, как на всех фондах, определенные люди. И вот тем самым полицейским, которым может быть нужна помощь, а полицейским нужна помощь, эти фонды, как правило, не доходят с руки до этих полицейских. Поэтому, если вы хотите хоть как-то кому-то помогать, помогайте адресно, помогайте конкретным семьям, конкретным людям. Общайтесь с конкретниками. Потому что любой фонд собран и создан для того, чтобы собрать денег. Денег дается. Сегодня меня порадовал уже наш мэр Кома, который решил повысить зарплату всех. Кома? Губернатор. Губернатор, да. Я сказала мэр. Да, мэр. Они все на одно лицо. Что Кома? Два близнеца брата. Два близнеца брата. Но Кома решил поднять зарплату не только своим сотрудникам, но и себе лично. И теперь он хочет иметь самую большую зарплату губернатора в Соединенных Штатах в размере 250 тысяч. Но видно, Кома не хватает денег. Видно, Кома не заработал еще на своей книге. А книгу он написал большую, а он еще и Эмми получил. Ну, ему мало. Ему всегда всего мало. Ну, не знаю, очередные налоги повысят нам, гражданам Нью-Йорка. Очередные мосты подорожают. Все очередное. Ну, и у полиции той же заберет и куда-то перераспределит. Они уже вполне себе наметили это. Ты знаешь, наступает момент, когда уже не волнует, что они делают. Потому что возмущаться дальше уже нет сил. Смеяться тоже. И ты живешь в предлагаемых обстоятельствах в каком-то театре абсурда, в каком-то безумии. И самое главное, не потерять собственное душевное состояние, смотреть на все абстрагировано, радоваться солнечному дню, радоваться жизни и постараться не заболеть. Потому что все остальное вызывает у меня знаки вопроса. Точно так же, как и вот эта вакцинизация. Кстати, ты будешь вакцину делать себе? Или до возраста еще не потягиваешь? Мы уже это обсудили в Нью-Йорке, теперь мы обсудим это в Чикаго. Ты знаешь, я не тороплюсь. Так, ну, в общем-то, и никто мне пока не предлагает. Так, скажем так. Ну, понятно, возраст там не вышел и цветом кожи тоже. Ну, вроде того. Лен, ты знаешь, давай пока мы не ушли от полицейской темы, ты знаешь, меня несколько, скажем так, не то, что я не обижаюсь, но меня реакция удивила скорее. У нас была публикация по поводу того, о чем ты говорила, просто не назвав тот штат Орегон, где очень конкретно высветилась эта проблема с полицией. И там была у нас статья, которая называлась именно таким образом, что вот консерваторы поддерживают полицию, мы поддерживаем полицию, а что же она? Ну, и в комментариях некоторые из наших читателей очень как-то восприняли это вот, а что вы на них, бедных, наезжаете? Они вот в такой ситуации находятся, им тоже жить надо и так далее. И ты знаешь, я обдумывал это, когда у меня возник вопрос, действительно, наверное, сейчас время, когда настоящие, действительно, законники, профессионалы и прочие, а они просто уходят. Особенно те, у кого есть выслуга, они просто кладут заявление и уходят. И вот возникает вопрос, кого вместо них наберут туда, понимаешь? А социальных работников? Да, 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 которые будут очень активно участвовать, да, во всех этих мероприятиях полицейских. У нас теперь социальные работники, очень востребованная профессия. Социальные работники у нас рулят во всем, и даже господин Деблазио собирается в дома людей, которые прилетели из Англии, посылать. Они должны отсиживаться в своих карантинах, ну, мы все прекрасно понимаем, что в Англии геморрой еще похлеще, чем у нас, очередная стадия. И вот теперь они отслеживают каждого, кто оттуда приехал. Они все должны находиться на карантине. За нарушение карантина, если вы нарушаете 1000 долларов штраф, это по первому разу. Дальше там вообще секир башка. Но вот эти социальные работники будут ходить и проверять. Вы понимаете, на что у нас уходят наши деньги? Я просто смотрю на это. Вот точно так же, это отражение той картины, которая у нас происходит выше касселонных власти. Когда идет разбавахивание госбюджета, ну, сегодня, кстати, надо порадоваться, Трамп подписал вот это все. Ему даже рукоплескали демократические наши избранники. В прямом смысле они с радостью и очень хорошо отозвались о Трампе. Наверное, рак на горе свистнул. Ну, это ненадолго, поэтому, как бы, не обольщайтесь. Это на полчаса. По-моему, и польются, а мы пока что замерли в преддверии Нового года, который в этом году. Я лично его отменяю. Ну, то есть, я его отменяю. Своим королевским указом. Я в знак протеста буду дома, и, сказала, я никого видеть не хочу. Ой, да, лет. Буду выпивать со всеми по скайпу, по миру. Мир, знаете, опять войдет в рамки одного вот этого девайса нашего. И почему? Потому что ситуация действительно непредсказуемая. В то время, когда мы понимаем, что он существует, этот самый вирус, то в этот же момент мы понимаем всю непредсказуемость этой ситуации. Мы понимаем, что у нас за одну ночь, вот буквально в Нью-Йорке всплеск такой в тысячи, и уже, по-моему, восемь с копейками процентов. И мы понимаем, что что-то тут неладно или в тестах, или в каких-то других данных. Я понимаю, что, как говорят евреи, это не совсем кошерно. Это, кстати, о кошернике и о кошерности. У нас сейчас целый стандал идет в серии клиник, которые, в общем-то, наши врачи, ортодоксальные евреи руководят. Там они очень умные люди оказались, и они вот взяли, и вот эти прививки, которые положено делать, Essential Waters, они их хорошо распределили в других целях. Они не только Essential сделали, но как положено, клиника в баропарке. Так, а что еще? Ну как же, всем, кому своим людям надо делать. Ну понятно, да. Их на этом поймали. Развиваются события. Ой, боже мой, ну хорошо. Но всегда без наших людей не обходят. Не-не-не, само собой, ну ладно. Давай мы все-таки, раз уже тема эта немножко мелькнула, давай мы вспомним о приятном, потому что вот в конце года произошло буквально сегодня господин, который, в общем-то, председатель нашей коалиции. И расскажи об этом, Лен, пожалуйста. Это очень приятно. Я себе даже записала где-то, что там произошло и по какому поводу. Так вот. Если вы помните, я рассказывала о ситуации, которая была во Флориде с музеем. Это мемориальное такое заведение, которое поставило в Холокостном музее, мемориале, поставило выставку, посвященную Флойду. Это интересная, конечно, выставка и имеет непосредственное отношение к Холокосту. Так вот, организация, которую я тоже представляю, и Игорь представляет, и радио ваше, NDC тоже представляет, которая называется Unite the USA. Это такая общественная организация, все-таки пошла до конца и дошла до самого верха нашей страны, до первых лиц нашей страны. Теперь вот все вот такие мероприятия, которые делает этот мемориальный фонд, уже находятся под контролем. И Трамп назначил в фонд, в совет этого мемориала, назначил господина Дренелла. Так что я считаю, что это самая большая победа. И там вообще пересмотрели очень многих людей, которые в совет входят, этого музея. И теперь будет все по-другому, все будет иначе. И я очень надеюсь, что... Не просто будет иначе, я очень надеюсь, что Ричард Денелл наведет порядок. И он, собственно, уже показал себя сторонником Израиля. Он показал себя борцом с антисемитизмом. Он себя очень достойно показал послом в Германии. Он очень достойный человек. И теперь, в общем-то, он назначен не просто так, но он будет отслеживать то, что будет происходить в подобном музее. Потому что память о Холокосте не должна быть смешана с памятью о людях, которые имеют никакого отношения к трагедии еврейского народа. Так что это маленькая наша победа. Я надеюсь, что в этом году, в следующем году, таких побед будет больше. Я надеюсь, что 6 число... Все-таки мы все надеемся на 6 число. Да, и, кстати, Лен, извини, я дополню относительно вот этого события, что тоже только сегодня, это свежая информация опять от этого господина, что музей получил очень большие пожертвования к концу года, которые в том числе будут перераспределены в том числе на университеты и так далее, чтобы тему Холокоста, а, не замылили, как, в общем-то, мы понимаем, это происходит. А эта тема, в общем, она должна быть, по крайней мере, ну, на слуху, потому что мы знаем, когда о чем-то забывают, потом история повторяет какие-то вещи. А во-вторых, помимо всего прочего, это неплохая какая-то оплеуха всем тем левым. Опять, не хочется ругаться перед Новым Годом, ну, вот левым, которые всячески протаскивают какую-то свою адженду вот в эту тему, то есть для них понятие, ну, вы же, наверное, и ты знаешь, и наши слушатели, несомненно, тоже уже встречали музеи Черного Холокоста, то есть Холокост скоро будет вообще такой расхожий. Ну, я хочу сказать еще о двух людях, которые очень важны для того, чтобы голос Гринелла был не в меньшинстве. Вот я специально сейчас нашла двое других. Это Мартин Эленер, вице-президент американского сионистского движения, который написал уже ряд статей в поддержку Трампа. Он тоже входит в совет музея. И Сьюзан Левин из Аризоны, которая, собственно, была основным спонсором музея, она теперь пересматривает свои взгляды и будет сотрудничать и работать с Гринеллом и с Аленером. Это очень важный фактор. Почему? Потому что мне хотелось бы, чтобы вот такие люди были в советах каждого университета. Потому что уровень антисемитизма сейчас в нашей стране самый страшный за последние годы. Уровень антисемитизма зашкаливает. И такого у нас не было со времен, по-моему, войны. Вот такого антисемитизма у нас не было. Сейчас он у нас есть. Я думаю, что если победа Трампа не произойдет в 2021 году, то тогда евреям придется очень тяжело. Им придется опять сражаться за свои права. И серьезно сражаться за свои права придется. Потому что с каждым днем наши права ущемляются все больше и больше. Я не знаю, мне это все очень не нравится. И каждому нормальному, меняемому человеку. Но опять же, о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим о том, что сегодня сегодня подписал Трамп очередной Билл. Он подписал, он пошел на эти условия. Потому что американский народ для него всегда стоит во главе угла. И единственное, что я надеюсь, что будут приняты хоть как-то, хоть в какой-то степени его просьбы, его протест по поводу этого было вето. Потому что две тысячи каждый американец, работающий, получит. Неработающий получит тоже. И получит деньги в связи с собственно безработицей, тоже дополнительные средства. Это будет не 400 долларов, не 600. Это будет 300. но это тоже огромные деньги. Просто 900 миллиардов, которые пойдут на вот этот Билл, на удовлетворение потребностей нашего народа, это очередной груз, который ляжет на плечи тех, которые работают, которые платят налоги. И самое главное, чтобы эта лошадь тягловая не превратилась в холстомера. Это точно. Ну, действительно, в данном случае то, что Трамп получил еще и поддержку стороннюю, где там неожиданно. Но это о чем-то говорит, хотя мы действительно не обольщаемся все это. Все вернется на круги своя, тем более, наверное, мы вот буквально у нас несколько минут до паузы рекламной. Все-таки вот что лично ты ждешь 6 января, скажи, пожалуйста. Я жду, что вот те люди порядочные, небезразличные, которых с каждым днем все больше и больше, наши законодатели, они встанут и они скажут свое слово в поддержку честности и прозрачности выборов. Они скажут слово против назначенного прессы и избранного прессы президента Электа, потому что такого позорища, которое произошло 3-го числа и которое происходит на наших глазах уже почти два месяца, Америка не знала никогда. Такого плевка, который Америка показала всему миру, оплевав себя, оплевав свою конституцию, оплевав права граждан и свободы. Потому что если побеждает ложь, то вот этот корабль под названием конституция на этом заканчивается. А если заканчивается это, то плавание всей страны под названием США как оплота демократии, как оплота свободы тоже заканчивается. И на смену приходит хаос, на смену к нам приходит Китай. Китайская коммунистическая партия. Собственно, она уже давно здесь чувствует себя как дома. Или не дома. А мы здесь уже давно в гостях. Потому что нам указывают, как нам жить в этом доме за деньги, которые, в общем-то, юаней. Только и всего. Потому что инфильтрованные вот эти в жизни американского общества китайские коммунисты, они себя переведут не просто нагло, они себя ведут здесь, дома. Потому что у них в кармане в общем-то купленная целая партия под названием демократическая. И, к сожалению, в республиканской партии находятся свои ренегаты, которые точно так же проплачены и куплены. Потому что человек остается человеком. Ему все не чуждо. и знаете, и честь, и совесть, и бесчестие, и ложь. И мы опять-таки не знаем, кого и чем кто шантажирует, потому что мы все люди, мы все люди, у каждого есть семьи. Знаете, я вчера начала смотреть итальянский сериал, который называется «Охотник». Это сериал о мафии, о мафии, о клане, огромном клане друга, который в начале 90-х держал в страхе всю Италию. Всю Италию. Так вот, то, что происходит у нас сейчас, это примерно то же самое, что проходило в Италии в начале 90-х. Но мафия, она, вы понимаете, она не всегда стреляет и убивает так открыто. Она калечит души людей и она все равно продолжает делать свое дело. Она убивает закон и убивает порядок. Не дай бог, у нас мафия, самая страшная мафия, это политическая, победит. У нас это уже происходит на нашей плане. Но мы надеемся. И у нас Новый год, вот уже практически куранты уже бьют, для некоторых куранты. Для меня это шанс, который будет опускаться в моем городе. Куранты я давно отключила. Пусть они бьют где-то в другой части земного шара и желательно подальше от нас. Лен, спасибо. Единственное, прежде чем уйти на перерыв, я хотел бы предложить нашим слушателям обратить внимание на сегодняшнюю публикацию континента, то есть нашего интернет-издания. Там очень интересная статья о тех отрицателях фальсификации. И там они классифицированы, кто по каким причинам, по причинам, ну, каждый уж есть свой резон отрицать, что были фальсификации. Вот вы почитайте, и может быть вы найдете даже еще какие-то свои причины, почему люди не хотят очевидному верить. А пока мы уходим на перерыв и скоро вернемся. Возвращаемся к Игорю Цесарскому. Игорь, у меня такое впечатление, что Елена Пригова нас покинула. Нет? Нет у тебя такого ощущения? Есть? Есть. Добавить, давайте добавить. Меня пишет Лена. Сейчас мы наберем. Ну, а я пока я пока напомню я пока напомню номер телефона в нашей студии и напомню о том, что в этом сегменте вы можете звонить, задавать вопросы и получить на них ответы. И так Лена, дорогая, с нами. И тогда примем первый звонок. Да, попробуем. Я со многим согласен с Еленой. Единственное, я не согласен насчет обстрела. В Чикаго проживает 2 миллиона 700 тысяч. В Миннеаполисе живет 700 тысяч. В Миннеаполисе застрелили 500 человек, а в Чикаго 700. На душу населения Чикаго еще не так плохо выглядит. Вы сильно успокоили. Тут еще стрелять и перестрелять. Но вы не надо ждить тревогу. В Миннеаполисе хуже стреляют. Даже в окна дойдет население больше. Так что у нас еще такие разумные цифры. Очень разумные. Ну, понятно. Вы знаете, я, если вы заметили, не проводила никаких сравнений. Я только называла те данные, которые я прочитала. Если бы что-то о Миннеаполисе говорилось, я бы сегодня говорила о Миннеаполисе. Но мне на глаза попалась именно сегодня Чикаго. Поэтому не стоит говорить, вы согласны со мной. Лена, каждый понедельник Чикаго Трибюн, Сан Таймс и прочие газеты, они начинают с перечислений статистики. Это происходит после каждого уикенда. Ну, что делать? Знаете, я, честно говоря, очень рада, что у вас не так все плохо, что где-то может быть еще хуже бывает. Но, в общем-то, знаете, это не меняет картину в целом. На 78% выросло количество преступлений по стране. Это страшно. Ты знаешь, помимо преступлений страшно другое, что вот эти отстрелы, обстрелы и так далее не вызывают какой-либо реакции у властей городских и не только городских. мы же говорим всегда, что чьи-то жизни важны, а вот такое ощущение, что вот здесь, когда друг друга стреляют и когда случайные просто люди попадают под эти перестрелки и тоже погибают, вот что-то не видно, чтобы эти жизни кого-то интересовали, хоть как-то. Ну, потому что это все большая политика. Я видела сейчас вот что такое жизнь, которая интересует, которая не интересует. Я была в городе Ричмонде, столице штата Вирджиния, и я видела, во что превратили основную магистраль этого города, это Memorial Avenue. Там стояли когда-то памятники генералам конфедерации. И не только генералам конфедерации, они стояли до начала лета, до середины лета, а потом их изуродовали. И теперь рядом с памятником генералу Гранту, генералу Роберту Ли, собственно, его не сняли, это единственный памятник, который не сняли, только по той простой причине, что он является собственностью федеральной. Но его настолько разрисовали, его настолько изувечили, а рядом сделали мемориал памяти убитых чернокожих наших сограждан, и не важно, что они убиты по разной причине, не важно, что там и сами себя убивали, и просто так полицейские на безоружных не нападали, но у нас сейчас переписывается это все, и поэтому у нас все возможно, все возможно, но у нас ни в вашем городе, ни в моем городе вы не имеете права нормально держать оружие дома, даже для собственной защиты, вы не имеете права, вот из тех заявок, которые были поданы в городе Нелетке на возможность получения лицензии, получили лицензию только 13%, остальным не дали такого права, конституционного заметьте права, не дали, зато в Ричмонде я получила удовольствие, я ходила в Академию стрельбы, так называется Shooting Academy, я потренировалась с очень хорошими людьми, очень много чернокожих ребят там непосредственно занимаются тренерской работой, они ассистируют, показывают, и я знаю, что эти люди, большинство из них, они прошли американскую армию, большинство из них, очень порядочные и хорошие люди, которые никогда в жизни не скажут, чья жизнь важна, а чья нет, потому что они прекрасно понимают, что любая жизнь важна, потому что кровь у всех одного цвета, красного, только всего. Лен, подводя, все-таки опять же возвращаясь к подведению итогов года, то, что негативного случилось, можно перечислять, нам не хватит не то, что одной передачи, десятка, наверное, а вот все же может быть что-то, то, что все-таки показалось тебе положительным, хорошим, есть такое? Есть такое, конечно, есть такое, потому что во всем негативе, которым мы находимся весь год, потому что, ну, страшный, согласитесь, год, когда он непредсказуемый ежедневно, я увидела чистых, честных, порядочных людей, я увидела их такое количество, что я, знаете, вот я верю в людей, я верю в их силу, я верю в их порядочность, я верю в тех людей, которые стояли со мной, приходили на акции протеста против беззакония, я видела этих людей на акциях поддержки американских ценностей, я видела этих людей, и я счастлива, что я с ними познакомилась, потому что, если бы не было несчастья, то никогда бы, может быть, мы не узнали о том, что 75 миллионов у нас стоит с нами, 75 миллионов, а может и больше, а может и больше, потому что я верю, что голоса, которые нас украли, которым не дали просто прозвучать, которые, в общем, подменили, я верю, что если бы этого не было, то мы бы победили абсолютно спокойно, потому что мы и так победили, я верю в том, что даже если мы проиграли битву, проиграли вот это сражение, мы не проиграли войну за нас, почему? Потому что с каждым днем все больше и больше людей присоединяются к движению, и как это движение будет называться, не знаю, возможно, это будет новая партия, возможно, движение просто будет называться мага, я очень надеюсь, что это движение будет, что появится третья партия, потому что, честно говоря, нам не по пути ни с республиканцами, которые показали, кто они и что они, потому что вот эта продажность, это самое страшное, что могло произойти, такое количество брутов оказалось, но честных и порядочных людей гораздо больше, и они идут в конгресс, я очень надеюсь, что в 22-м году конгресс станет все-таки красным, я очень надеюсь, что, вот знаете, когда говорили в Испании в 36-м, но по сарам, они говорили по другому поводу, но вот это они не пройдут, вот это они не пройдут, я очень хочу, чтобы ложь и фальсификации не прошли, и я видела в 2020-м году людей, которые способны идти и сражаться за свои идеалы, то есть за наши идеалы, за нашу свободу, сражаться абсолютно на законном основании, при помощи Конституции и при помощи законных прав наших, вот вся проблема заключается в том, что на Конституцию у нас наплевали те, кому положено защищать, а права у нас считается забрать. Но мы законопослушные будем продолжать сражаться за это каждый день на страницах газет мы будем говорить правду, мы обещаем говорить правду, так как это делает радио МВС, так как это делает Игорь Цесарский, так как делаю я, и еще сотни честных и порядочных людей, они есть, нам просто не всегда дают право говорить, у нас забирают это право. Я очень надеюсь, что судебные иски, которые вот уже практически готовы, будут предъявлены всем мерзавцам и средств массовой информации, благодаря которым стало возможно вот это зашкаливающее зло под названием ложь. Я очень хочу, чтобы социальные сети и их руководители ответили за то вмешательство выбора, которое они устроили. Я очень надеюсь на это. Я надеюсь, что вот те люди, которые выступили на стороне правды, они не дадут вот этому движению как бы кануть в лето. потому потому что без этого теряется смысл вообще, для чего мы сюда приехали, зачем я здесь, в этой стране. Если я приехала в эту страну и дал клятву этой стране, значит, я должен защищать эту страну, значит, я должен на нее сражаться. И вот ты меня спросил, что мне больше всего запомнилось, мне запомнился вот тот патриотизм, который я впервые за все свои десятилетия пребывания в Америке увидела вновь, потому что я такое видела только после 11 сентября. Вероятно, человечеству нужны потрясения для того, чтобы они вспоминали о том своем предназначении главном, которое у них есть. Сражаться за правду, сражаться за будущее собственное, собственных детей, а мы эмигранты, и мы прекрасно понимаем, за что и против чего мы сражаемся. Вот это самое большое, что я вынесла из года 20-го, я непременно перенесу это в год 21-й, потому что у нас появилась сила, самая настоящая сила, и даже вот эта же сила, о которой мы сейчас говорим, United USA, я вот просто вижу, как она переходит уже в качественное другое абсолютно направление, потому что идут уже контакты с американскими организациями, с turning point, с молодежными организациями, и нам действительно нужна помощь каждого, потому что вот нас уже начинает слушать молодежь, потому что это все не слова, когда мы начинаем разговаривать, и мы разговариваем и со своими детьми, это самое главное, что нужно делать, разговаривать со своими детьми, я хочу, чтобы вот то, что зародилось в 20-м году, вот сейчас, положительное, оно росло в 21-м году, вот это единение Америки вокруг идеалов Америки, вокруг Конституции Америки, я, может быть, для кого-то говорю банальные вещи, но, вы знаете, капля долбит камень не силой, но частым падением, потому что если кто-то уже осенью, после выборов, смог найти в себе силы подняться и приехать в Вашингтон, если кто-то найдет в себе силы и 6 января будет в Вашингтоне, несмотря ни на что, то это говорит о том, что не все потеряно, это говорит о том, что страна это наша страна, we the people, и вот я еще раз подчеркиваю, я увидела материализацию we the people в 20-м году, мне очень хочется, очень хочется, чтобы Ваши дома миновало в 21-м году несчастье, чтобы Вы все были счастливы, чтобы Вы были гражданами, потому что без этого наша Америка, в которой мы живем, в которой мы говорим, о которой мы пишем, останется только на бумаге и только в наших мечтах и наших воспоминаниях, только и всего. Вот такие у меня мысли, они несколько, может быть, грустноватые, ну, собственно, ну, нет повода для особой радости, нет повода для хандры, это просто, это будни, это наши будни, это наша жизнь, это наша, наша ежедневная, наша рутина, если Вы хотите. А новости, которые вот сейчас появляются, Вы же понимаете, перед Новым годом сейчас каждая новость, она связана с подведением итогов за прошедший год. Ну, что Вам сказать? Для кого-то прошедший год оказался очень радостным. Для кого? Для корпораций, которые нам вакцину делают. Потому что в списке миллиардеров появились две новые фамилии, эти вообще, честно говоря, не только две новые фамилии, появилось много новых фамилий, 50 примерно человек, связанных с медицинскими разработками вакцины, стали миллиардерами. Ну, что можно сказать? Кому война, кому мать родна. И вот Угур Шахин и Стефан Бонсел, это руководство Биотек и Массачусска Модерна. Вот они очень резко получили свои миллиарды. Вы понимаете? Вот это самое страшное, что может произойти. Вот эти люди, которые, собственно, создавали вот эти вирусы. Потому что мы прекрасно понимаем, что нам уже об этом говорили, что то, что произошло в Ухане, то в Ухане в этой лаборатории американское правительство времен Обамы вкладывало большие деньги, очень большие деньги. Но что-то пошло не так. Или так, мы не знаем. Потому что когда открываются данные контактов и взаимосвязи высших чиновников Соединенных Штатов Америки с руководством Компартии Китая и с китайскими делами, то вы понимаете, что самые страшные шпионские романы пишутся на основе жизненных наблюдений. И поэтому ни один лекарь не может даже представить того кошмара, который не мог бы даже представить того кошмара, который сейчас происходит. Но 50 миллиардеров, которые в списке Форбс, это из графы дано. И они существуют. И они будут продолжать дальше зарабатывать на вакцинах. Не только они, я думаю, что и Безос неплохо амазонский за счет локдауна бесконечного Семья Павловна. Особенно меня порадовал, ты знаешь, Игорь, меня особенно порадовал наш Фаучи или Фаучи, как хотите, так и ставьте акцент. Я каждый раз, когда произнесу Фаучи, мне все время Фауст звучит. Все время Фауст звучит, и я все жду, когда же произойдет это «Остановись мгновенье, ты прекрасна». И потому что то, что у нас происходит, это безумие. Человек делает себе вакцину на глазах у всего изумленного мира. Что там вкалывается, мы не знаем. Но мы знаем, что каждый раз он меняет свои очередные показания, можно сказать. И раньше он говорил, что для иммунизации нам необходимо 50-60% населения, потом 70-80%. Сейчас у него уже звучит сумма 90. 90% вакцинации это практически все население Соединенных Штатов Америки, все население земного шара. Они хотят вакцинировать. Я думаю, что миллиардеров станет больше. Да-да-да. У нас есть звонок, мы попробуем принять его. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Можно говорить? Пожалуйста. Я благодарю очень... Ну, я не знаю, как зовут, как вылечать, за такой патриотизм, за такой оптимизм, что прекрасно. Но я надеюсь, что вы прекрасно все знаете теорию Мальтуса, Второй мировой войны, что они убрали молодежь, убрали тогда молодежь, потому что он говорил, земля не выдерживает такое первонаселение. А сейчас они воспользуются этой бактериологической войной, чтобы убрать наше поколение. У меня 96 лет. Чтобы потом убрать поколение наших детей, а затем буду делать все то, что они хотят. Так что надо бороться. Вы молодец, и есть таких много молодцов. Надо задуматься о том, что все, что мы делаем, то есть я уже ничего не делаю, это только одни искры. Но нужна еще и дело, вы понимаете, чтобы защитить наших внуков. Спасибо вам большое за звонок. Огромное спасибо. Я вам желаю бодрости, духа, и самое главное здоровья. Огромного, огромного здоровья. Вы просто молодец. Вы просто спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо за такой звонок. я когда... Да, спасибо. Это этот звонок, он настолько оптимистичный, он настолько... Вот люди, учитесь, вот у этого поколения, которое прошло войны, которое прошло все. Я слышу голос, совершенно молодой голос женщины. Я тоже не знаю, как вас зовут, но спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам огромное. Буквально добавлю к твоему рассказу о том положительном. Я надеюсь, что, что бы ни случилось в январе, мы все понимаем, все может быть и не быть тоже. Но год этот тоже знаменателен тем, что он несколько вещей положил тому необратимому. Вот, даже договоренности Израиля с арабскими соседями и так далее. Есть какие-то вещи, которые никакой Байден, никакая Камала Хэррис и так далее не изменят. У нас есть звонок, наверное, еще чуть-чуть времени попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Лене, за оптимизм и за такой анализ. Это Елена из Вирджинии. Леночка, я хотела спросить у вас. Вы по-прежнему считаете, что вот ну как бы поворотный поворотный пункт, так сказать, ну мы прошли, потому что наша я вот звонила Ивану Денисову, но он все-таки делал ударение на молодом поколении, а я говорю даже и не только о молодом, а среднем 48-50 лет, это уже не молодое. Они уже руководят во многих в Силиконовой долине там и так далее, и так далее. И завтра они будут в Конгрессе и в Сенате. Так вот, считаете ли вы, что мы их потеряли, потому что я столкнулась, ну мы все сталкиваемся с этим. Леночка, они совершенно не пробиваются. Леночка, конкретный вопрос, потому что у нас уже 56 минут. Я понимаю, я прошу прощения, я прекрасно понимаю, с какой Леной я говорю. Спасибо большое. Значит, я хочу вам сказать, я считаю, что да, мы прошли точку невозврата. Да, я считаю, что точка невозврата очень болезненна, но я считаю, что мы можем, скажем так, еще хоть как-то держать и восстановить баланс. это все равно, что человек живет, он понимает, что у него в организме есть болезнь, страшная болезнь, но он продолжает сражаться и продолжает лечить ее, и он живет годами, годами и годами. К сожалению, у нас, наше человечество, оно очень больное, оно очень больное, и вот в этом отношении мы должны следить, чтобы у нас метастазы не проявлялись, мы должны бороться с метастазами, и тогда мы будем держать здание еще долго. Да, это совершенно точное замечание, и мы все-таки надеемся, что без просвета такого нет, на самом деле даже те люди, которые проходят те стадии обучения в американской школе, начиная буквально с раннего детства и кончая университетами, и когда им мозги промывают весьма основательно, и умело, но все равно есть реальная жизнь, и когда эти люди оказываются в ней, у кого-то все-таки происходит некое просветление, а еще хорошо, если в семьях происходит тоже какая-то работа, когда вы не отпускаете этот момент воспитания, не только полагаетесь на школу, на кого-то стороннего, а когда вы дома всякий раз говорите о тех ценностях, которые вы, вот которые для вас важны, понимаете, и тогда они будут говорить, вот ценности ваши, мама, папа, дедушка, бабушка для нас важны, а не чьи-то пресловутые жизни, нет, чьи-то да, но все. Игорь, я прошу прощения, я сказала о Turning Point, вот это движение, которое уже почти два миллиона, это молодежь, это молодежь, которая смотрит и которая понимает, и я видела огромное количество молодых лиц, вот именно на мероприятиях поддержки, и поэтому я говорю с полным оптимизмом, вы знаете, я скажу вам в конце из библейского, в нашем Содоме все-таки еще есть праведники, поэтому город этот будет стоять до поры, до времени, но я надеюсь, что этих праведников будет каждый днем все больше и больше, я понимаю, что уже 59 минут, я хочу вам всем пожелать добра, радости, и побольше радости, побольше выходите на улицу и просто смотрите на солнце, на день, и понимаете, что мы все счастливы, мы счастливы тем, что мы живем, давайте оставаться живыми, веселыми, радостными людьми, и помнить, что у нас есть семьи, у нас есть о ком заботиться, и мы должны пребывать в состоянии радости и любви. С Новым Годом вас! Пусть будет добро в ваших домах! Спасибо! С Новым Годом! С Новым Годом!